здравствуйте друзья аризона роли play феникс айпи а также мой никнейм данте конор также мой промокод ноутоксик54 а также все прочие вещи находятся в описании данного видеоролика сегодня посмотрим видео максима макушкина макушина и так далее и будем делать какие-то ну соответствующие выводы по поводу всего этого давайте начнем я устал да ладно хожу серьезно те это уже не шутка в этом году самку исполняется уже 15 лет и неплохо фикацию практически каждый играл особенно на конечном пространстве да ассо вот знаете это вот выделение особенно на постсоветском конечно с компьютерами бомжи все блять особенно многим нашим игрокам зашел рп режим там где мы отыгрываем разные роли разных персонажей и если бы не этот игровой режим то как мне кажется сам постался бы весьма малоизвестной модификации для gta san andreas так вот недавно я решил посмотреть в каком состоянии находятся разные рп проекты и был мягко говоря в ужасе кроме аризоны на всех проектах весьма плачевный онлайн пару лет тому назад на том же даймонде на 8 или 9 серверах онлайн мог доходить до 6 7 тысяч спокойно а что сейчас это какой-то позор в этом видеоролике я хочу разобраться почему сам потихоньку умирал и разберемся есть еще шансы воскреснуть данному да никаких епта он все умер и вновь и завлекать к себе кучу новых людей или же все уже до пизда уже все да просто пиздец все уже ничего больше не будет начну с краткой истории тогда у данный мультиплеер впервые я поиграл в 2010 11 годах у своего друга в основном там и веселились на различных дм серверах гоняли на тачках устраивали хаус в общем делали все что и в одиночной игре у себя же дома я в основном играл в одиночную сан-андреску да и тем более интернет у меня появился только в конце 11 12 года они кстати использовал грёбаный модем йота сняла поздравляю брат поздравляю особенно в поселках так вот регулярно задротить самп я начал 2014 году играл я не на самп рп не на дуд вансе не на даймондах а на абсолют рп данный сервак мне понравился своей простотой гаммал там плотно чудо про простоту сказал до 2015 16 годах после чего часто прыгал по разным проектам окончательно самп и роллплей режим меня закали переходы макюшкин максушкин макушин переходы между вот этим всем зачем я понимаю если бы ты типа из другой игры переходила так тебе повествование да не рушится когда ты 1 типа одну вот сам перебиваешь другим она не рушится если бы типа была другая игра допустим показываешь сам а потом gta 5 там переход уместен это смотри какой а тут просто после каждого фрагмента переход понимаешь люди ты не знаешь ты видос монтируешь и для них склейки прямые были бы нормально а сейчас нет 1017 году после чего на серьезных чах на рп серваки я не заходил сейчас 2021 год и как обстоят дел неплохо кстати вырезал красота проектов они как в нынешнее время к сожалению решают бабки у кого их больше у тех появляются гораздо больше возможностей так и в сампе аризона крайне умело выкупила множество самп ютуберов крайне активно заказывала рекламу 18-19 годах вследствие чего данный проект стал чистым монополистом среди рп проектов да и бывшие конкуренты аризоны делали банальные проебы в разных аспектов например dude once и самп рп банально забивали на новые обновы из-за чего лояльность аудитории стремительно катилась ко дну и на этих проектах тупо оставались старички а даймонд пока недолгое время был топ-1 среди а зачем нужен будет переход я просто не проектов не замечали как у них под носом рос и развивался конкурент и после того как аризона их догнала и пригнала по онлайну даймонд сказал она сегодня все до новых встреч и полетел на дно а потом этот проект и вовсе кому-то продали благодаря чему среди самп проектов у аризоны не осталось никаких конкурентов это хуёво а вообще как я упоминал ранее в самп среди все решают бабки у аризоны их весьма достаточно они способны скупать да везде все решают бабки брать как крупных ютуберов так и ютуберов помимо все капитализм понимаешь капитализм просто хуйня поэтому так все а в остальном в добавок нередко покупают рекламу и у обычных gta ютуберов что к сожалению я очень редко видел у других проектов но сейчас кто-то спросит а в чем различие между самп ютуберами и gta ютуберами все равно вы снимаете одну и ту же игру тут все очень просто самп ютуберы снимают видосы про самп и о проекте на котором они в основном игра бабки бывают исключения а gta ютуберы они снимают разные ролики о вселенной видеоигр gta бывает и такое что снимают не только сан-андреску однако тут есть большая разница самп ютуберы и зарабатывают гораздо больше чем gta ютуберы это да если у них просмотры в два-три раза ниже как это странно не звучало бы самп ютуберы они в основном сидят у разных проектов на зарплате и у них имеется разный бартер сервером например какой-нибудь проект просит сделать 5 роликов ютубер это делает и получают зарплату а вдобавок какой-нибудь копеечку с монетизации а у обычных gta ютуберов к сожалению практически не выходят ролики по сампу так как наша аудитории вряд ли он будет интересен ведь вы тут собрались смотреть кота они сам это фаргана так вот у нас в основном заказывают интеграцию преролы вследствие чего платят в два-три раза ниже чем с ампером как-то так и да я не хочу залезать чужие карманы но блин сам держится только на ютуберах и деньгах вот сейчас вот еще один аргумент к моему суждению раньше когда трава была зеленее а небо голубее многие ютуберы создавая свои каналы снимали видосы на чистом энтузиазме придумывали рпшки хуешки и т.д. но когда ты играешь и снимаешь одну и ту же игру годами то тебе это уже не приносит никакой радости и все только бабки дальше это обычные видосики без души к сожалению сампе как мне кажется снимать уже практически нечего да ничего вообще нихуя нет остается только пилить конвейер если что я не гоню на самп youtube не я гоню просто долбоебы конченые все но когда ты почти все руешь свой канал только на одной игре то перейти на какую-нибудь другую игру уже становится все труднее и труднее на игры нахуй переходить не будем ребят тысячи роликов все будет ли чего ты просто в моральном плане быстро сгораешь из-за того что ютуберам становится уже скучно создавать и делать что-нибудь новое для своих зрителей качество контента падает а у того самого зрителя пропадает интерес как ютуберам таких сампу вследствие чего это сам павская импотенция бы это так на один игрок за другим ютуберов конечно понять можно игра далеко не первой свежести разработчик сам по особо грандиозных обновлений давно не выпускает из-за чего вытекает застой самп сфере однако на арену врывается gta 5 только уже со своими вот тут переход ну более-менее уместен раме гораздо большим фунт блять вот тут он вообще не уместно вам возможностей и остальными фишками достойный конкурент сам по если в 2015-16 годах не каждый комп мог потянуть gta 5 да и о рейдш мп мало кто знал то сейчас даже не то реклама рейдш мп что люблять для было бы забавно если вы знаете а сам помер переходите на рейдш мп ты посмотри сколько просмотров брат это пиздец почти столько же сколько подписчиков это охуеть прикинь-ка и какую интеграцию можно было бы впихнуть еще сколько бабок можно было бы заработать реально тысяч на минималках способен потянуть пятую часть а также как и в сампе в рейдш мп имеются свои гиганты в gta 5 это gta 5 rp извините за тавтологию они закупали рекламу у всех у самп ютуберов у хаванского у медисона скоро уже и у путина закажут рекламу короче бюджеты на рекламу у них неплохие и многие игроки начали уходить и сан-андрески в gta 5 единственное преимущество сам передачили опять это только то что сам можно играть на телефоне но это я хочу сказать без проблем только одно к моему глубочайшему сожалению что сам что сам youtube на что где ты опять это говно из нас сейчас мало кто пилит контент так бля gta 5 это что же бизнес типа кто не знаю кто то будет снимать сейчас gta 5 ради энтузиазма код когда там одни деньги и даже какие-то мелкие чуваки приходят я уверен что есть какое-то бесплатное сотрудничество и так далее посадку ради своего удовольствия многие банально выросли с этой игры да и играть в одну и ту же игру когда тебе у 17 или даже уже за 20 лет не особо прикольно так как просто игра на рп проектах ты тратишь на них очень много времени факты то есть ты сейчас нам хочешь сказать что все эпоха ушла до эпоха ушла но у сам по есть вторая жизнь это мобильные устройства ведь это отличная альтернатива может играть в прямом смысле везде конечно есть еще м так рмп но я чувствую что у них будет такая же участь как и у сам по да блин это кто-то вообще знаешь что такое м то так сейчас подождите подождите вы сейчас сейчас подожди алло брат алло здорово здорово брата вот у сейчас социальный эксперимент провожу видеоролик снимает ведь на один вопрос пожалуйста свободен может быть социальный эксперимент у меня сейчас ролик снимаю на вопрос 1 ответишь знаешь что такое м то Он ответил нет Ребят, всем спасибо, до свидания Так вот, я это к чему? Никто не знает, что такое МТА Никто не знает, что такое МТА Просто такого вообще не существует, нет такого, ребят, все Я думаю, что мы тут можем все, бля, почему-то Сука, вебка сбилась Ну, во, вот так заебись будет Вебка, бля, немного сбилась, пиздец Вот, так вот, никто не знает, что такое МТА Уже сейчас Про что говорит Макушкин, я не знаю МТА не так быстро умрет Потому что там не так... Да МТА все уже умерло Но рано или поздно Никто не знает, что такое МТА Так что, как-то так, ребята Возможно, сам по еще сможет показать нам, кто тут батька Пишите свои мысли в комментариях А на этом все В комментах Все, ребят, всем спасибо за просмотр Аризона, рулиплей феникс айпе Также мой никнейм Данте Коннор, также мой промокод И все прочие вещи находятся в описании Данного видеоролика Всем пока